друзья приветствую вас сегодня хотела поговорить с вами о базисных вещах о здоровье о спорте о движении о правильном питании о любви к себе каких-то жизненных ориентирах и ценностях и для этого разговора я пригласила свою давнюю знакомую из москвы которая помогала мне в то время когда я там активно трудилась в офисе как-то поддерживать свое состояние свой ум свое тело таком благостном настрою за что и безумно благодарна это моя учительница йоги ольга румянцева олечка здравствуй привет приветствую все отлично я редко бываю на таких интервью я вот надела наушники не знаю правильно ли я сделала но надеюсь все отлично да да я приветствую тебя очень рада видеть взаимно вот мы с тобой и до увиделись онлайн да отлично расскажи пожалуйста как у тебя дела как настроение хорошо у нас уже вечер такое хочется немножко спать поздно ложусь но почему-то сегодня к вечеру может быть погода наша такая мокрая способствует понятно у нас наоборот в контрасте утра но тоже темная ну что же давай потихонечку очень аккуратно поговорим о важных таких вещах ты человек тире движение я бы так назвала и тебе очень много энергии которую ты трансформируешь вот все во всевозможные виды движения да это и танцы и йога и так далее и ты этим делишься с окружающими но давай по порядку попробуем такую выстроить цепочку событий которые привели тебя в москву к занятию не только йогой но и другими видами телесных практик расскажи пожалуйста почему все таки больше ориентация была изначально на физику тела а впоследствии потом уже конечно ретрансформировалась в физику духа я с детства танцевала с трех лет как бывает отправили ребенка танцевать народный коллектив и собственно там 15 лет я провела мы везде ездили танцевали в родном городе маленьком челябинской области а потом я почему-то решила что мне интересна другая профессия и в москву я уже поехала поступать на кого-то другого я закончила пиар связь с общественностью и потом я ну мне необходимо движение было видимо с детства поэтому в итоге я все-таки пришла к танцам я пошла закончила второй вуз танцевальный и нужно было преподавать я начала преподавать танцы ну как нужно было был была потребность внутренняя я начала преподавать танцы потом фитнесе это все перестроилась еще и в йогу но на самом деле йога мне помогла очень сильно в танцевальных моих проектах потому что был долгий перерыв и чтобы отучиться в вузе танцевальным нужно было восстановить да мою физическую форму и йога в этом мне очень помогла ну я тогда ее рассматривала в качестве растяжки и в общем то больше ничего пожалуй а потом как-то это все постепенно постепенно переросло в преподавание йоги и танцы уже отошли на второй план осталась йога но все равно я в своих практиках использую и танцевальные какие-то элементы то есть я все-таки виду больше смесь такую и я больше продвижение вот это очень хорошо прям прям вот это вот очень важно для меня сейчас я продвижение действительно мне это интересно я транслирую именно вот это да здравое такое отношение к телу как сосуду и дому для нашей души вот скажи пожалуйста да а вот образование да которое ты получила изначально на связи с общественностью и так далее да оно тебе каким-то образом сейчас помогает продвигать себя свою философию свои занятия ой не знаю что сказать но связь с общественностью точно это мое потому что для меня общение это очень важный момент жизни очень важная не знаю даже не момент в общем это важно очень для меня и ну пожалуй да в какой-то степени я знаю я знаю но не использую почему-то маркетинговые какие-то вот эти вот все вещи можно может быть стоит начать ну вот вдруг да просто у меня возникла такая мысль ассоциация но я благодарна как раз тому что благодаря вот вашей совместной учебе с нашей общей подруги мы с тобой познакомились именно так все в жизни конечно же не зря супер именно так скажи пожалуйста вот некоторые говорят что йоге надо обучаться в святая святых в Индии вот какое у тебя отношение к этому вопросу я не обучалась в Индии и сейчас не обязательно вообще не обязательно куда-то ехать сейчас очень хорошие здесь есть школы которые могут дать знания именно по физической дисциплине да и если мы идём в первом двух как то да психической дисциплине можно научиться из здесь очень хорошие есть места Ядерация Йогии в общем Место 3 4 5 точно Есть где можно обучить но к этому ведет сама практика телесная как к о чем собственная йога И, ну, если мы рассматриваем йогу, да, более масштабно. И этому мы учимся, ну, на мой взгляд, через опыт жизненный и уже постепенно-постепенно приходим вот к этой сути. Ну, йога — один из инструментов, чтобы её понять, как-то расширить себя. Вот, я бы назвала, наверное, так. И этому не научат на курсах. Могут дать инструменты, всегда могут дать инструменты, направить. Я, как преподаватель, делаю то же самое, но не каждый же, да, готов и будет уходить в глубину. Иногда достаточно только работы с телом. Вот так. Поэтому в Индию не обязательно ехать. Не обязательно ехать. Хорошо. А вот это разнообразие, вернее, в общем, огромное количество направлений. Огромное. Да, йоги. Во-первых, чем конкретно, да, какой вид йоги избрала для преподавания ты, или ты совмещаешь различные техники, подходы и виды. И вообще вот то, что сейчас предлагают на рынке, это как раз-таки не из-за того, что желают совместить, грубо говоря, там, я не знаю, тигра плюс бегемота, да, и как-то ответить на запросы любого потенциального клиента. Я думаю, что сейчас, ну, мир достаточно быстро меняется, и каждый человек, в том числе преподаватель йоги, быстро трансформируется и быстро приходит к тому, что хочет преподавать. Конечно же, есть практика йоги в традиции. Ну, прям вот есть традиции, и считается по философии йоги, что должен быть учитель, и эту традицию передает учитель. У меня такого учителя нет. Я больше занимаюсь телесной практикой. Благодаря моему опыту танцевальному и какие-то дисциплины в фитнесе, которые я там заканчивала, потом преподавала, я вывела какой-то такой... Ну, я уже умела работать с телом, когда пришла к преподаванию йоги. И, в общем, в итоге я вывела для себя какой-то такой свой метод. При этом я использую очень много всего, чему я научилась. И это все, ну, вот во что-то такое цельное собралось. Можно это назвать хатха-йогой, потому что хатха-йогой называют все. Все. Если не знаешь, что сказать, что ты ведешь, говоришь хатху, и все такие, а, хатха, ну хорошо. Хотя, в общем, любое занятие — это трансляция знаний через определенного человека. И этот человек насыщает эти знания собой. Я бы назвала так. Поэтому каждая йога разная у преподавателя. У любого преподавателя она будет немножко разной. Ну, а методик... Методик, конечно, много из-за того, что у нас очень быстрый современный мир, и хочется все попробовать, и это неинтересно. Это вроде как, о, интересные гамаки, пойду попробую. Да, йога на полотнах, потом бикрам, йога, да, при больших температурах. Я все приветствую, лишь бы это на благо было человека. Я, в общем, за все вот это... Сама я не очень практикую такие вещи, мне просто не... Это не мое. Но если кому-то поможет бикрам йога для того, чтобы погрузиться в себя, это замечательно. Мне для этого жара не нужна. Ну, например. Я услышала. Хорошо, но тогда все-таки вот для тебя йога, что это? Ну, помимо, да, действительно физики тела, чем ты еще наполняешь? Какими смыслами? Вот образ жизни, образ мыслей, какие-то определенные, может быть, дополнительные практики? Вот мы так интересно с тобой встретились, как раз, когда у меня идет такой пересмотр всего, что я делаю, в частности, в йоге. Ну, все бывает вовремя. Точно. Да, я думаю, что йога — это, безусловно, философия, это очень глубокая философия, и это образ мыслей. Но уже в связи с тем, что я достаточно много открывала в себе инструментов, и я и рейки владею, и, да, у меня две ступени рейки я практикую. И получается, что вот это все об одному, это все ведет к одному, я не знаю, как правильно, ну, понятно ли я объясняю, это нечто такое очень масштабное, что приводит тебя к себе. Наверное, так. То есть это все такие инструменты, которые тебя ведут к тому, чтобы познать себя того, каким ты пришел. Потому что у нас очень много, ну, в течение жизни накладывается на нас одно за одним, одно за одним. А потом мы это все вот так вот разбираем от себя, отклеиваем, и йога — вот один из инструментов вот этого. Не знаю, объяснили ли. Вот нет, очень понятно, и мы потом дальше обязательно вернемся и к рейке, и к другим всевозможным техникам. То есть для тебя это понимание себя, принятие себя, да? Грубо говоря, ты отшелушиваешь иногда какие-то ненужные слои, которые приклеились благодаря тому, что мы живем все в обществе, да? Да, именно, именно, да. Это один из шагов к себе, наверное, так. Через тело кто-то идет. Через тело легче. В современном мире через тело легче. Потом зажимы уходят, и раскрывается тело, и мы уходим уже глубже. Отлично, хорошо. Точка такая. Точка, начинаем с тела. Окей, телесно-ориентированной практики, хорошо. Но немаловажным, я так понимаю, для тебя еще является и поддерживаете вот себя правильным питанием. Можешь, пожалуйста, поделиться немножко, вот к чему ты пришла уже, да, по неким там этапам, результатам, вот в плане правильного питания именно для тебя, да? Что это? Сейчас я считаю, что правильное питание – это интуитивное питание. Но не все готовы сразу перейти на интуитивное питание, потому что мы не слышим своей интуиции. Вот именно, откуда взяться, да. Внутреннему чутью, так. Конечно, было очень много проб и ошибок. Я вообще любитель поесть всякого там, того, что не очень нужно кушать, сладенькое и так далее. Но я не ем мясо, не ем его очень давно. После Индии, в Индии я была где-то в 13-м году, я вернулась. Мы были три месяца там, и вот после этого мясо вообще отпало, осталась курица. Но и она через какое-то время у меня стала резиновой на вкус, и я ее убрала тоже из питания. То есть у меня как-то все плавно вот ушло, остались злаки, остались овощи, фрукты. Потом рыба, рыбу кушала. Кушала долго, но уже, наверное, год не ем. Но я могу, если там поехать куда-то на море, я съем. То есть что-то мне, если захочется, я съем. Сейчас я вот отношусь к этому так. Но мяса мне не хочется уже, потому что вкус мне, в принципе, его не нравится давно. То есть это не поэтическим соображениям было вкус? Я отказалась не поэтическим соображениям. Этические соображения пришли позже. Это вот мой личный опыт. Я отказалась. Я помню, что мы были в Индии, а там на берегу же особенно не... Там холодильников у них не было тогда, ну, больших холодильников, где хранить мясо. И у них курочки просто бегали. Я вот смотрела, сейчас я закажу вот это вот. Рис с курочкой. Он же пойдет ее, эту курочку. Просто. И после этого мне не захотелось. Я вот как-то перестала. Но курицу все-таки я потом дома еще ела. Но вот она стала на вкус, мне не нравится. И я отказалась только из-за вкуса. Я вообще любитель поесть. Мне всегда нравилось поесть. Я люблю мучное, люблю масляное. Все такое я очень люблю. Но сейчас ты переходишь на вот именно правильное для твоего организма интуитивное питание. А вот как это работает? Как это работает? Интуиция, именно как это работает, что хочется в данный момент. Да. Ну, я могу рассказать, например, по магазину. Вот, я иду по магазину, и даже тело поворачивает туда, где мне надо... Вот, например, водоросли. Я очень люблю нори водоросли. Я иду по магазину. Я очень прям их часто беру. Но иногда тело даже не поворачивает к ним. То есть иногда прям очень хочется, и рука сама тянется, и берет. Вот у меня как-то это происходит через тело, опять же. Я все очень чувствую через тело. Вот так вот могу объяснить. Или там могу... Ну, вообще, я... У меня есть конкретный набор продуктов, которые я всегда ем. То есть я... У меня очень такой... Определенный вкус, и какие-то продукты я просто не использую в своем питании. Не надо. Не надо, не хочу. Вот определенный набор. Там лапша, грибы обожаю. Вот что-то такое. Овощи, помидоры. Перцы, например, я не ем и не хочу с детства. Ну, вот какой-то такой свой набор есть. Я его придерживаюсь, чувствую себя хорошо. Как-то так. Как ты еще дополнительно получаешь витамины? Какие-то, может быть, добавки? Я не пью ничего. Нет, вообще ничего. Ничего. Я долгое время вообще не пила даже, там, витамин, говорят, там, В12 надо, да, использовать. Да. Ну, говорят, очень много чего. Целый набор себе купи, да, и... Я не про это. Я считаю, что если показатели есть, показания, то, конечно, нужно пить. Ну, вот максимум, что я делаю, может быть, когда чувствую, что горло или, ну, что-то такое, да, начинается заболевание, можно, там, витамин С попить, какие-то вот такие, знаешь, побольше ягод, например, поесть, есть витамин С, как-то так. И витамин Д я пила как-то месяц, тоже, когда заболевала, я подумала, надо попить. Но постоянно, нет, я не использую ничего. В В12, я договорю, я вообще не использовала, мы как-то и не ели, но мы молочку иногда ели. Мы молочку, кстати, долго ели, а вот последний год, последние года полтора, почти не еди молочные продукты. То есть тебя поддерживают твои самые близкие, правильно я послышу? Да, у меня муж. Отлично, вот это здорово, когда, да, тебя слышат, понимают и поддерживают. Муж даже раньше отказался мясо есть, рыба он с детства не ел, а мясо он потом отказался ещё раньше, чем я. Так что у нас, да, такая семья поддерживает, что мы с ним. Отлично. Поддерживаем в этом друг друга. Ты сказала, что ты себя хорошо чувствуешь, да, то есть у тебя нет недоставки там каких-то микроэлементов. А вот когда ты плавно от чего-то постепенно уходила и отказывалась, какие-то были ещё более весомые результаты, заметные для тебя? Слушай, у меня никогда не было. Вот все пишут про какие-то весомые результаты. Нет. Нет, я вот единственное могу, что рассказать. Я один раз в пост отказалась от глютена, от молочки. Ну, так решила для себя прям сделать пост. Естественно, поскольку рыбу, мяса нет, я отказалась от глютен-молочка и сахар белый. Потребляла только кокосовый. Я очень сильно начала худеть. Куда больше, да? По-моему, вот. Я очень худенькая и так, очень аккуратная. Поэтому мне вот как бы вот, ну, видимо, надо было очень много есть. Прямо много есть без этих всех элементов. Ну, ещё белую муку я тоже убрала, ну, глютен, я сказала, да? И, в общем, да. Потом молочки вернула, и всё вернулось на круги своя. Всё стало комфортно, так же мой вес вернулся. Ну, там, щёки впадают, ну, вот такое. Я услышала тебя. Хорошо, скажи, пожалуйста. А так, в целом, я весела. Вот так. Ага, то есть у тебя не было каких-то там заметных колебаний и чего-то? Окей, а что касается всевозможных там детоксов, клизм, вообще там, каких-то голоданий? Вот твоё отношение к этому, это уже через чёрт? Я не могу сказать, что это чересчур. Возможно, для кого-то это польза. В йоге есть очистительные техники, есть, когда выпивают соль, да, соль, да-да-да. Я не делала, сразу скажу, такие вещи, потому что меня нравится кушать. И там после этого всё-таки нужно как-то плавно входить, плавно выходить. И меня как-то, ну, вот нет. Есть вещи, которые нравятся, к которым тянет. И есть вещи, которые, ну, может быть, и надо сделать, но я этого делать не буду. Это такая для меня аскеза, от которой я, пожалуй, откажусь. Я, может быть, какую-то другую аскезу возьму, но это делать не буду. Возможно, для кого-то в плане очищения это действительно хорошие чистки. Разово, там, раз в полгода или в год прекрасно и замечательно. Но вот я не знаю, как люди это используют. Просто если это на постоянку, нет. Я вот, например, считаю, это моё исключительное мнение, что питание только фруктами и овощами – это временно должно быть. То есть в плане, там, какой-то тоже чистки, да, и потом возвращаться к более такому заземляющему питанию. Ну, прекрасно. То есть должен быть такой осознанный подход ко всему. Вот, да, то, что я услышала. Хорошо, да. Отлично. Оль, вот всё-таки, да, так. Не все к этому, да, согласна. У нас какие-то проблемы начались, да, с интернетом. Мы немножко зависаем. Твоё видео и звук, да. Надеюсь, сейчас восстановится нормальная картинка. Я бы хотела ещё уточнить один момент. Вот сейчас ты индивидуал... Тоже я у тебя зависаю. Жаль. Ну, я буду говорить медленно, чтобы все звуки доходили. А ты сейчас преподаёшь йогу самостоятельно. Я имею в виду, что это вот твоё личное начинание. Ты ни от кого не зависишь. Ты индивидуальный преподаватель. Более того, ты организовываешь не только групповые сессии, но и частные практики, да. Но до этого ты была в том числе и наёмным работником. И я знаю, что ты танцевала в шоу-балете в цирке «Запашный». Верно? Был такой эпизод? Угу. Да. Да, был. Расскажи, пожалуйста. Да, про него. Да? Потому что, да, ты очень любишь... Да, расскажи, пожалуйста. Ты очень любишь танцевать. Вы наверняка тогда много путешествовали. Для тебя вообще путешествование — это тоже значительная часть твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, почему ты оттуда ушла. Так, про балет, да? Ты пропадала у меня, в общем, про «Запашный». Про балет почему-то, да, почему-то и почему-то оттуда ушла, да. Ну, смотри, я в этот период училась, как раз поступила в танцевальный вуз. И мой прекрасный друг, он, кстати, где-то в Америке сейчас, где-то там... Привет ему. Да, привет ему большой, и он меня позвал, говорит, есть кастинг, пойдём. Я тогда очень была неуверена в своих танцах, потому что я, ну, в общем, неважно, очень много всяких было неуверенностей, но я пошла, потому что он меня прям за... Переключу, ага, вижу. Значит, в итоге... Ты слышишь меня? Слышу. Ты слышишь меня? Ага. Вот, в итоге мы пришли... Да, очень, я тебя слышу, вижу. Ага. Так. Звук изменился. В общем, мы пришли, и... Так. Хореограф, это была его знакомая, и меня, собственно, туда взяли на замены. То есть танцевать на заменах. Это был такой для меня непростой опыт, потому что я тогда ещё... Ну, как раз я поступила на перекурс, и я не восстановилась. И мне казалось, что все вокруг такие классные, и я вообще ещё ничего не помню, ничего не умею. Ну, в итоге всё прошло хорошо. Это был разовый проект, поэтому там это не навсегда было, это был разовый проект. Причём я танцевала в детстве народные танцы, и там тоже была стилизация народная. То есть все танцы были народные, и мне очень это нравилось, мне подходило. Первый, по-моему, мы первые танцевали в Питере, первую часть, а потом в Москве. Вот первую часть в Питере я была на заменах, потом всякие изменения, хореограф поменялся, и в Москве меня уже поставили... Поскольку я всё знала, все партии, все места, мне поставили в основное, в основной состав. И я протанцевала в Москве уже в одном составе, и, ну, потом, соответственно, ушла к тому, что проект закончился. Вот, как-то такая история. Хорошо, а какое впечатление у тебя осталось, в принципе, от этого цирка запашных? Я почему интересуюсь, потому что наверняка ты слышала полемику, в принципе, по отношению к циркам, к животным и так далее. Я сейчас, конечно, не за цирки, но тогда я танцевала, я об этом не думала. Я не видела там того, я не знаю, о чём конкретно говорят и о чём конкретно спорят, я не видела там того, что меня сильно поразило, удивило, вызвало там неприятие и так далее. Они очень хорошо относились к твоим животным, они их очень любили. Ну, я не увидела того, о чём там вот вокруг все говорят. Поняла, хорошо. Наверное, какие-то вещи мне очень приятные говорили. Я этого не видела. Хорошо, я услышала. Благодарю. Оля, помимо йоги, да, ты преподавала в своё время, да и до сих пор, в принципе, да, ты готова адресно заниматься и танцами, и пилатесом. У тебя огромное количество всевозможных сертификатов, дипломов, удостоверений. Это для чего? Для того, чтобы интересующимся подтвердить, что я действительно имею право на преподавание такой дисциплины. Дисциплины? Дисциплины. Или тебе интересно действительно учиться, разные какие-то техники новые для себя узнавать? Да, я обожаю учиться. Я вечный студент. Я набираю знания, и потом это всё пробую передавать. Сейчас, конечно, пробую это делать. Так, ты опять, к сожалению, зависаешь. Что-то происходит. А у тебя... Ты не переключаешься с мобильного интернета на интернет? Нет. Слушай, может быть, если только у меня интернет сам скачет, но вообще я на Wi-Fi, он у меня нормально работал. Можно попробовать мобильный? Что же такое? Попробуй, пожалуйста. Может быть, как-то поможет. Потому что постоянно, да, пропадает звук. И тяжело воспринимать из-за этого, да, информацию. Потому что я не всегда слышу, а ты, оказывается, уже успела дать более развернутый ответ, а мне доходит буквально несколько слов. Так. Теперь видео твоё зависло вообще. И звук тоже пропадает. Так, теперь я тебя... Вот теперь я тебя снова слышу и вижу. Прекрасно. А я как раз... Это перегружалось как раз. Отлично. Да. Ну, надеюсь... Значит, ты вечная студентка, да? Мы остановились на этом. На самом деле, мне никто никогда не спрашивал сертификатов. Дипломов, сертификатов. Никто никогда. Доверяют. Видят и доверяют. Конечно. Это, знаешь, такое для себя, да, набор знаний. И чтобы это всё потом в итоге вывести в какой-то очень интересный опыт, наверное, так, я бы сказала. Да, отлично. Хорошо. Ну, я догадываюсь, почему в твою жизнь пришли какие-то другие техники, помимо физических, да? Вот, например, рейки. Скорее, через тело, как ты сказала, да, ты натренировала там свою интуицию, свою осознанность. И какой-то наверняка сформировался запрос на что-то большее, да, чем то, что может быть очевидно. Можешь, да, вот расскажи поподробнее, когда рейки вошли в твою жизнь и почему вот именно такая техника интересная? Кто был твоим учителем? Почему ты не остановилась на одной ступени? Мне кажется, что рейки — это из прошлой жизни, и йога тоже. Всё просто так неприкольно. На самом деле это правда, мне мой учитель говорил. Смотри, очень интересная история. Я после первого вуза пошла работать по профессии, работала с прессой. И тут приходит дизайнер, девушка, она была мастером рейки. Я тогда вообще не понимала, что это такое, но в то время я очень болела. То есть какой-то был период, когда там одно за одним тянулось. И она предлагает, говорит, слушай, давай я тебе дам ступень первую, станет легче, она тебе поможет. Но всё-таки это целительская энергия, это такая очень мягкая энергия, очень помогающая. И я говорю, конечно. Мне толком ничего не объяснили, я ничего не знала. Просто говорит, это поможет, давай. Я говорю, конечно, давай. В итоге мне передали тогда первую ступень. Я ничего не знаю. Чуть-чуть какие-то книжки я почитала. На этом всё закончилось. Спустя очень много времени, считай, наверное... Но это было в 2007 году или в 2008. Даже в 2007, наверное. А первую ступень я получила в 2019, в прошлом. Так что времени прошло достаточно много. Но ты после первой ступени, после того, как тебя инициировали, действительно твое состояние улучшилось? Ты начала сама с собой работать? Ты знаешь, я не начала сама с собой работать. Во в чём дело? То есть не передали, мне ничего толком не объяснили, сказали, что будет хорошо. Ну, я тогда, на самом деле, вообще в этом ни в чём особо не... Я даже в йоге не была тогда ещё, по-моему, в 2007 году. Да, ещё не была. Поэтому мне казалось, что всё как-то прошло, как должно было пройти. Ну, то есть ничего особо не повлияло. Но всё-таки есть такая штука, когда целительный кризис это называется. Целительный кризис, когда тебе дают ступень, сразу всё не хорошо. То есть очистится. Только потом, через какое-то время, становится лучше. Ну, вот сейчас, после первой-второй ступени было, ну, такое. И заболевания были небольшие, какие-то проработочки, да, в плане с телом были. Потому что блоки в любом случае есть, как бы ты ни работал с телом, они есть. То есть мы всё равно общаемся с людьми в социуме, и каждый раз, если... И каждый раз, если мы ещё цепляемся за что-то, значит, да, есть с чем поработать. Ну, я могу сказать, что вот получив вторую ступеньку, да и первую уже, вот, ну, второй раз, получив первую ступеньку, как-то стало внутренне очень комфортно. Вот такое прям гармоничное состояние пришло. Вот чего-то раньше оно было, но, как бы сказать, частями, иногда, местами. А сейчас это может быть перманентно. Я могу вылетать, безусловно, да, из него, но потом возвращаться снова. Как я нашла второе, второго, ну, как я нашла, да, второй раз в рейке, у меня есть прекрасная подруга, мой мастер теперь уже, она инструктор по йоге. И мы с ней познакомились как раз на просторах интернета, благодаря всяким йога-челленджам и так далее. Она начала постить, ну, начала говорить о том, что она получила мастера, что она вот теперь целитель. Я сходила к ней, наверное, раз, два или три. И потом она мне говорит, ну, ты можешь попробовать. Я говорю, Мил, да у меня же вроде есть уже ступень. Она говорит, ну, у тебя же нет подтверждения. Надо, надо, приходи. И вот я так пришла, потянула, просто потянула. А к ней, но тоже, как и к любым людям, меня просто потянуло. Я понимала сразу, что это мой человек, что нам вместе какое-то время идти вместе. Я часто чувствую так людей. Просто раньше мне казалось, что я ошибаюсь, на самом деле нет. Оль, ну я знаю, что сейчас ты пользуешься вот напрямую практиками рейки. Ты заряжаешь те самые браслеты, которые ты делаешь, да, и заряжаешь их на, соответственно, определенные хорошие дела, скажем так, да. Если человек даже не понимает, что конкретно ему нужно, ты все равно, да, сделаешь что-то такое благое. Ну, если человек не понимает, я все равно всегда спрошу, нужно ли зарядить. Потому что некоторые вообще, ой, что такое зарядить? Колдовство. Ну, например, да. Да, да. Но в целом, ты знаешь, раньше вот я не заряжала, но все равно они как бы мной заряжаются. И это тоже очень большой плюс, да. Просто потом я начала добавлять еще вот рейки дополнительно. А так все равно из моей энергии они очень такие приятные. Ну, я думаю, ты знаешь. Я знаю, я очень благодарна, да. И с большой такой радостью наше постоянно трогаю. И как-то меня это успокаивает. Вообще, я еще хотела уточнить. Ты сейчас работаешь с кем-то там на расстоянии? Ты сама какие-то проводишь? Тоже сессии рейки? Или ты пока вот просто остановилась, и у тебя есть вторая ступень, которую ты вот используешь в работе творческой? Я поняла, да. Я использую в работе творческой, безусловно. И, конечно, мне очень нравится проводить сеансы, поэтому я их провожу. У меня не так много их, как, может быть, хотелось бы моему уму на данный момент. Но мы понимаем, что все-таки все приходит вовремя, и тогда, когда нужно. У меня есть личные сеансы, прям вот такие контактные. И были у меня дистанционные. Они были такие, что... Там вот одна девушка пишет, например, Оль, мне там как-то не очень хорошо. Есть возможность там. Я говорю, конечно, есть возможность. И вот таким образом я помогаю. Помогала маме, когда она там заболела, делала сеанс дистанционный. И в целом я вижу очень хорошие, ну, скажем так, результаты моей работы. Даже на расстоянии. Хотя раньше мне казалось, что ну как на расстоянии, лучше же контакт. Все работает, все есть, работает так же. Ну вот так это есть. Нет для энергии ни преград, ни стен, ничего нет. Абсолютно. Я с тобой здесь полностью согласна. Поделённые техники. Но мастером рейки ты пока становиться не собираешься? В том плане, что набирать учеников и так далее. Ань, ты знаешь, я всё-таки много чего делаю для себя больше. Первую ступень, вторую я взяла для себя, для окружающих меня людей, потому что всё-таки, когда ты берёшь такое, когда ты на себя берёшь такую работу, работу работника Света, я бы сказала так. Это ответственность в любом случае, да. Это большая ответственность. И к мастеру я хотела. Потому что я вот так вот, знаешь, я быстрее, быстрее, быстрее. Первую, вторую, и мастера. А потом всё-таки на мастера всё затормозилось. Пришёл карантин. И после карантина тоже как-то всё постепенно, медленно. У меня есть ещё желание получить, там в рейке есть ответвления разные, там работа с женскими энергиями, работа с деньгами. Вот у меня есть рейки деньги. И я бы хотела ещё работу с рейки луна, называется, с женскими энергиями. Но я поняла, что первая, вторая ступенька – это уже волшебники, это уже волшебство. Поэтому чуть попозже будет и мастер. Всё будет просто всему своё время. Я вот как-то так решила, и сейчас я полностью доверяюсь. Когда нужно, тогда это и придёт. Услышала, благодарю. Плавно хотела бы перейти к следующей теме. Некоторое время назад я замечала в интернете активность по продвижению human design, дизайн человека. И я знаю, что ты этим занимаешься. Более того, ты занимаешься матрицами судьбы. То есть я для себя это вижу так. Ты пытаешься расшифровать и себя, и других людей, но вот цель в этом финальная какая? Всё-таки это помощь в каких-то будущих делах или помощь в понимании себя на текущий момент? Вот зачем тебе это и что это даёт другим? Ты знаешь, у меня, как оказалось совершенно внезапно, всё про помогание людям. Я этого не осознавала долгое время, хотя странно, да, это не осознавать. У меня всё про помогать людям. Это для меня про, в первую очередь, познать себя. У меня такой запрос изначально познать себя. И когда ты познаёшь себя, ты уже можешь транслировать что-то светлое другим. То есть когда ты сам расширяешься, ты можешь это всё нести уже другим людям. Ну вот матрицу я уже делаю, потому что мне хочется помогать именно, направлять. То есть я ставлю перед собой задачу направить человека. Хьюман дизайн я могу посмотреть, но это не моя основная техника. Там много сложных всяких, долго разбираться. Я что-то знаю, базовые какие-то вещи. Но всё-таки мне больше импонирует, мне больше нравится, отвлекается матрица. Она как-то вот про энергии, она очень перекликается с рейки и с тем, как я вижу мир. Всё вот про это. И очень хорошо люди раскрываются. То есть после того, как я с ними пообщаюсь, например, вот по их матрице, расскажу что-то про них, в чём загвоздка может быть. Я обычно присылаю текстовый файл, там много-много разных пунктов, и человек там дальше изучает. И вот я замечаю такой момент, что после, даже после текстового файла, даже не просто вот со мной побеседовав, да, а после вот текстового файла, у человека просыпается какая-то вот энергия, сила. Они начинают идти в себя, вот идти действовать. Они становятся, ну вот то, что я видела в матрице, потому что в матрице есть идеальный вариант того, какими мы можем быть. И вот люди, кто прочитал, они становятся такими. Я понимаю, что это не навсегда, наверное. Ну мы вылетаем часто, но мы живём в обществе, в социуме, и это нормально. Но я радуюсь, в общем, когда вижу это. Мне очень приятно, что я смогла донести до человека, ну хоть чуточку, да, его направила к его сути. Вот я про это, наверное, сейчас сказала бы. А можешь чуть поподробнее? Я просто заметила, прошу прощения, что перебиваю, просто вот чисто технически, да, для тех, кто никогда об этом не слышал, впервые сегодня от тебя узнает. Ты сказала, что тебе наконец-таки пригодилась геометрия, да, в школьный курс. Что именно ты делаешь? Вот человек прислал тебе, да, какую-то базовую информацию о себе, и дальше ты работаешь с числами, я правильно понимаю? Да, да. Смотри, есть человек присылает мне свою дату рождения. Я на примере своей даты расскажу. В общем, матрица — это многогранник. Грубо говоря, рисуется один ромб и квадрат, и они накладываются друг на друга. Но матрица, она как бы находится, она вот такая, то есть это многогранник. Но мы на бумаге его видим плоским, и в итоге это получается ромб и квадрат. Квадрат — это прородовые энергии, это прород. То, что нам дает род, это энергия мамы, папы и всего рода. И ромб — это личные энергии, которые нам даны, да, и с рождения, качество характера, про которое я пишу сейчас в Инстаграм, там есть карты, картинки с картами, и можно показать. Качество характера, опыт там до 40 лет, опыт всей жизни, плюс предназначение — это всё высчитывается по дате рождения. Ну, базово, чтобы на дате моей посмотреть, есть вот 14 число — это характер. Есть 11 число — месяц. Это дополнение к характеру. И ещё такая, знаешь, связь, скажем так, с высшим духом своим. Ну, такая она энергетичная очень методика про энергию. И есть, например, число года — это про опыт, который мы проходим в течение жизни. То есть это уроки, которые могут повторяться очень часто. Вот у меня 14 число — это характер. Это про энергия искусства и зрелой души. Это про то, что человек всегда тянется к искусству, творить, создавать. У нас очень много творчества. При этом, конечно, есть минусы. Ну, это я вкратце очень говорю. Минусы там, зависания в каких-то своих, там, депрессии, эмоциональные состояния разные, зависимости. Ну, в общем, всё-всё тоже есть что-то такое. Потом переходим. Дальше идёт связь с высшим духом. У меня через силу. 11 энергия — это сила. То есть умение применять свою силу грамотно, там, где она нужна, неразрушающая. Вот они, рейки, вот они. Так. Дальше. Значит, и причём у меня 11-ых ещё в опыте 11-ти в предназначении. Там 11 сил и много. Идём дальше. Если посчитать год, у меня там 22. Это опыт у нас. И это уроки жизненные. Это про лёгкость. Это про то, что всегда к жизни относиться с лёгкостью. Идти по жизни легко. И там много ещё таких моментов есть. Но это в карте, это вот в аркане. Сейчас, второе. Это аркан шут. Это про то, что... Это умение шагнуть вообще в неизвестность, оставив всё. В общем, такое очень. Очень свободная. Лёгкость, свобода. И вот уроки на это приходят очень часто. Ну, вкратце вот так. Слушай, интересно. И там ещё много позиций. Но это не астрология, и это не чистой воды расклад карт Таро. Да, самое важное. Нет, сейчас расскажу, из чего это связалось. Значит, эта техника состоит из аркана Таро, 22 аркана главных Таро. И это энергии, которые несут эти 22 аркана Таро. То есть первая — это одна энергия, вторая — это другая энергия и так далее до 22. И вот каждая из них проявляется во всей этой матрице, во всём этом многограннике. Мне всё-таки надо начать рассказывать про неё, потому что я обожаю про неё рассказывать. Сто процентов, потому что вот даже во время разговора, да, я чувствую, сколько там всего интересного, такого скрытого. И знаешь, самое, что вот прикольное конкретно, касающееся тебя и меня, да, вот мой папа, 14-11, и судя по твоим, да, потому что ты говоришь, я чувствую, что это полное попадание. Я ему передам, может быть, он заинтересуется, потому что рейки тоже для него не пустое слово. Да, слава, слава. Да, да, об этом уже лично чуть попозже. Отлично. Ещё, ещё момент. Да. В принципе, это целители руками. Да, да. Ну, он этим занимается непосредственно, да. Да-да-да-да-да. Вот оно, да. Мы заранее, да, что важно, мы это не обсуждали, мы не договаривались ни о чём. Вот, проявилась прямо сейчас, да. Очень важна вода, Катюш. Ему нужна вода. Вода, море, там, озёра очень часто выезжать куда-то, или дома, душ там часто, ну вот вода нужна. Не знаешь, если он принимает душ, обычно это часа на два. Ну, как это? Я напишу сегодня на 14-й энергии или завтра, почитаешь. Хорошо, благодарю тебя. Да, да. От вот этих матриц и так далее. Кстати, вот в слове матрица нет ничего негативного? Я не знаю, нет. Нет. А что? Ну, так, интересуюсь в том плане, что мы все в матрице, многие просто этого там не понимают, не осознают, и что из неё трудно выбраться в том плане, что действительно изменить свою судьбу. Это вообще не про то. Не про то. Не понимать. Это не... Не про то. Я хотела с тобой вот ещё о чём поговорить. Ты часто пишешь такие заметки в Инстаграм, публикуешь свои мысли вот о таких важных вещах, но они тоже достаточно такие трудноподдающиеся определения. Вот, например, про молодость. Почему для тебя это важно? Почему ты задалась вот, например, таким вопросом? Про молодость? А я писала, да? Ты писала, да, и тебе очень часто задают вопросы, да, как себя поддерживать вот в этом бодром, энергичном состоянии, да, как за собой ухаживать, чтобы подольше сохранить вот эту молодость. А может быть, молодость для тебя вовсе и не про отсутствие морщин на лице, например? Молодость для меня это про внутреннее состояние, про любовь к своему внутреннему ребёнку и позволение ему делать, что он хочет. Вот это про это. Да. Вот. Но в целом я, конечно, не самый лучший советчик в плане молодости там лица, потому что я и не крашусь, и забываю иногда сделать маску. Хотелось бы, наверное, сделать это лучше, но пока на данный момент это так. Я могу забыть там что-то сделать, поскрабить лицо. Ну, то есть, если есть девушки, кто прям ухаживает очень регулярно, я не из тех, я пока не научилась. Ну, ты знаешь, я тебе на этот счёт скажу, если ты ведёшь здоровый образ жизни, то в большинстве своём и не нужно дополнительно, да, там, тратить время и ресурсы. Ну, это правда. Это правда. Это правда. Я только точно знаю, когда я плохо сплю, там, допустим, поздно ложусь и поздно встаю, там, график сдвигается, да, лицо выглядит хуже. То есть, ну, чем больше ты так делаешь, чем дольше ты так делаешь, тем хуже выглядит. Для женщин сон — это просто кладовая, да, здоровье. И всё украшивается прям на лицо изменение. Такое, да, двояханье на лицо. Хорошо. Да. Про любовь ты писала недавно заметку. Что для тебя любовь? И вообще, возможно ли твоя жизнь без любви? Нет. Невозможно. Невозможно. Ну, как же, есть любовь и есть страх. Что мы выберем? Я пойду в любовь. Конечно. Однозначно. Ну, если мы поговорим про такое общее, да, понимание, что такое любовь, для меня, это просто неотъемлемая часть моей жизни и существования здесь. По-другому я уже даже, наверное, не смогу объяснить. Это нечто, что необходимо и в чём необходимо находиться. И это не про... Очень у многих есть, ну, какие-то немножко искажённые восприятия. Я там вся в любви. Это не про то, чтобы сесть там на пляже и петь Ом. Очень классно. Но это такое, знаешь, про, наверное, принятие всего, что есть с тобой, про доверие чему-то, какому-то источнику, да, какой-то силе. Ну, для каждого, каждый по-разному называет этот источник. И у меня прям, я чувствую, вот здесь вот расширяться начинает. Ну, вот я это чувствую. То есть ты про любовь не просто к своему близкому, да, например, к твоему супругу и к семье. Ты вообще про любовь к глобальному. Да, ну, это связано всё. Если нет глобального, то... Ну, к себе, в частности, это и про глобальное, и про... Ну, в общем, это про всё. Ну, я сейчас задам этот вопрос. Да, космическое. Задам, наверное, он очень сложный. Ну, а вот как ты пришла к принятию себя и к любви к себе? Ну, ты знаешь, я могу сказать, что я иду по этому пути. Мне кажется, это вся жизнь. Нельзя сказать, что всё, я всё люблю. Да, я там всё равно, мы живём, мы учимся, мы развиваемся. И, конечно, хотелось бы развиваться в этом состоянии. Безусловно, впадаем в страхи. Это всё, ну, такое, знаешь, понимание, наверное, через все инструменты, которые я использую в жизни. Большее понимание пришло через рейки, потому что рейки всё-таки очень такая система, мощная, меняющая. И я могу сказать, что вот карантин и вот этот вот период, он прям... Трансформация была у меня очень сильная, очень серьёзная. И вот как-то по-другому стало после. Я не уверена, что это связано с... Я просто назвала период, чтобы было всем понятно. Как-то всё совпало. Видимо, год такой очень меняющий, меняющий быстро. Ну, видимо, до чего-то надо. И как бы у меня прям страх за страхом, программа за программой. Так вот раз ты такой смотришь, о, всё, её нет? Ладно, хорошо. Мне кажется, просто это жизнь. Ну, вот мы идём, так учимся. Развитие необходимо всем. А какие вот у тебя ориентиры и ценности по жизни? Ты уже для себя такой какой-то список сформировала, таких базовых вещей? Да, ты знаешь, я там даже пару курсов проходила, где я определяла свои ценности. Но я уже сейчас, наверное, все не вспомнила. Но ценности. Я услышала, что хочешь ты этого или не хочешь, да, помогать людям, да? Ты пришла к этому, да? Безусловно, помогать, безусловно. Причём не из того, что, ой, потом мне помогут, там, или какие-то, да? Есть такие моменты. Не из этого, а вот больше из состояния, ну, вот, сердечного такого здесь. И вот мне кажется, что я больше всегда и веду из состояния здесь. И я всегда, в общем, это делала. Но здесь как-то я это признала, что да, вот это да, это есть. И идёшь дальше. Конечно, для меня очень важно помогать. И мне важно, чтобы была некая вот красота, эстетика вокруг, можно сказать, искусство, да? Мне важно, чтобы было здоровье, безусловно, поскольку я с ним тоже работаю, с телом, да? И ценность. Ценность душа. Ну, душевное состояние, и, в принципе, душа, источник, бог, твоец, как бы его ни назовёшь, он есть. Вот, это тоже большая ценность. Ну, можно называть какие-то ещё, но я думаю, что это прям такие глобальные, большие, важные для меня ценности сейчас. Прекрасно. Прекрасно. То есть на пути к пониманию себя, да, ты приобретаешь такие важные для себя точки, да, краеугольные какие-то вещи, и транслируешь их в мир, и помогаешь другим не потому, что ты ожидаешь от них, да, как говорят в старости, да, стакан воды, а просто потому, что тебе хочется делиться, и ты не можешь обойтись без этого. Я не могу уже, да, не делиться, я даже вот аккаунт по йоге создала новый, чтобы туда добавлять то, что я знаю, потому что уже нужно. Пора, пора. Ещё больше, да, больше в палате в мир, да, нужно, нужно. Хорошо. Вот, это так. Скажи, пожалуйста, вот в связи, да, как раз с карантином, с этим периодом, да, когда там и борьба со страхами была некая, и переоценка, может быть, текущих событий, да, всё равно ты человек чувствующий, ты не могла не отреагировать на то, что происходит в мире. Какие для себя сейчас главные вещи, какие планы ты строишь, чего бы сама себе хотела пожелать? Если готова приоткрыть эту завесу про будущее немножечко, там, может быть, пофантазировать, набросать. Пофантазировать, набросать. Ну, кстати, я хотела это сделать, немножко нужно больше времени для этого. Можно я скажу абстрактно? Я жду расширения, и иду в расширение, и это расширение будет и мне во благо, и всем другим людям во благо. А там можно и мастера рейки, и что-то ещё, в общем, да, и жизнь на море тоже, туда же можно отнести. Ты соскучилась, да, по путешествиям? Слушай, я только что была, была в Калининградской области, четыре дня мы там были, я в восторге полнейшем. Если бы там было теплее, то это было бы прямо моё место. Калининград, он какой-то волшебный, да, я согласна. Там очень красиво, именно вот в Зеленоградске мы были, я влюбилась, просто влюбилась в этот город, но холодно, вот был бы на десять в Грандске, но место найдётся. Намерения посланы, в общем, поэтому ждём. Да, пусть придёт, это точно. Главное, да, довериться, довериться вселенной. Этому научилась, потому что раньше я прям боролась, я не хотела, я там придумаю себе цель и иду, и вот так вот лбом расшибаю, мне надо так. Причём даже не осознавала, что вот такие вещи были. Но сейчас уже, да, тоже поняла, что намерение ставим, отпускаем путь, дадут путь, который нам необходим. Так что вот так. Благодарю тебя, Оль, ты даришь спокойствие, какую-то такую вот осознанность, может быть, тишину. Я с удовольствием вспоминаю уроки йоги с тобой, да, занятия йоги с тобой, потому что я не могу назвать это просто занятием, да, пришёл там, растянулся, встал в какую-то позу. Нет, это было совершенно по-другому. Про состояние. Без них, да, без них в Москве, ну, для меня это был такой тяжёлый год, я просто бы, наверное, совсем не выдержала, сдалась сразу на первый месяц. Я очень рада, Катюш, что я была полезной, очень рада. Тебе очень благодарна, и всем рекомендую, и благодарю тебя за то, что пообщалась со мной, нашла время, и остаёмся на связи. Всего тебе самого доброго, и дай бог, чтобы путь был лёгким. Да, и тебе того, что знаю, это важно, благодарю. Папе привет! Передам, передам, я вам расскажу, он нас посмотрит сегодня. Спасибо. Целую, обнимаю. Целую, пока. До встречи, пока. До встречи. Ой, что выключать?